всем привет сегодня вам покажу очень простой легкий рецепт но очень вкусных танкейков очень нежных воздушных и что немаловажно очень быстрый нам понадобится одно яйцо 3 столовые ложки сахара без горки пол чашки теплого молока немного разрыхлителя либо одну треть чайной ложки гашеной соды половинку этой же чашки муки возможно плюс-минус ложка нужно будет смотреть по консистенции и одну-две столовые ложки растительного масла также нам понадобится щепотка соли и по желанию можно добавить ванилин или корицу я добавлю корицу также можно добавить ванильный экстракт эссенцию или же апельсиновую цедру например ли цедру лимона значит что мы делаем нам нужно сначала взбить яйцо с сахаром в белую пену здесь у меня уже щепотка соли поэтому я просто вилкой венчиком миксером взбиваю я взбиваю вилкой готова масса должна у вас посветлеть стать более плотной и увеличится в объеме это очень важный момент вот так вот это должно выглядеть заняло это мне приблизительно две-три минуты если взбивать вилкой сейчас мы добавляем сюда теплое молоко и перемешиваем все просто перемешиваем теперь добавляем 2 столовые ложки растительного масла перемешиваем я отмерила пол чашки муки пол чашки всыпайте смело а там уже будем смотреть по консистенции теста может быть нам нужно будет добавить ложку сюда я добавила разрыхлитель добавлю немного корицы молотой буквально совсем чуть-чуть может добавить ваниль сухие с сухими ингредиентами смешиваем и всыпаем все в тесто муку желательно просеять готовим по технологии как на капкейке то есть тесто нужно вымешивать совсем немного раз не взбивать его ни в коем случае я вымешала у нас получилось вот такой консистенции тесто но это жидкое тесто я добавлю еще столовую ложку муки так как она должна оставлять такой легкий след я добавила столовую с горкой ложку муки и у нас в итоге вот такой консистенции должно получиться тесто такой легкий след она видите оставляет вроде бы и жидкая но это вот то что нам нужно если готова теперь приступаем к жарке нам нужно разогреть ковраду на среднем огне будем жарить это важно возьмите половник или большую ложку чтобы вы могли сразу регулировать объем тесто которое вы набираете я набираю буду делать среднего размера где-то половинку набираю не выливаю на сковороду сухую вот такого приблизительно размера будем жарить во времени это займет одну полторы минуты вот сейчас в процессе жарка будет покрываться такими воздушными пузырьками когда он будет уже весь в больших таких пузырьках тогда уже это означает что он уже обжарился с одной стороны и будет видно немножко по краям края будут уже золотистые немного давайте понаблюдаем вот сейчас он уже начинает покрываться пузырьками воздуха довольно крупными и мы уже приближаемся к тому момент когда можно будет переворачивать все вот сейчас уже настал момент переворачиваем берем лопатку и аккуратно поддеваем сначала переворачиваем какой красавчик получился все ждем еще буквально секунд 40 и готово со всеми остальными проделываем точно так же ну вот готово переворачиваем обычной лопаткой вот что у нас получилось красота из этого количества продуктов у нас получается две вот таких вот порций этого достаточно для двоих взрослых до детей так тем более сегодня у меня для подачи ванильное мороженое и белый несладкий йогурт или сметану можно взять также можно подавать с различными топингами джемами фруктами сгущенкой тем чем угодно все что вам нравится они имеют такую воздушную мягкую пористую структуру чем было их не поливали они это все впитывают когда вы будете разрезать они будут очень сочными вкусными моих сленки по тегке приятного аппетита обязательно приготовьте у вас все получится и до следующих видео всем пока вот и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok